К большой воде на рейнмарцам не привыкать. Этой весной город буквально превратился в одну огромную лужу. Тогда коммунальщики во всем обвинили погоду. Мол, снега выпало неожиданно много, и его просто не успели вовремя убрать. Однако этот случай далеко не первый. Как минимум два раза в год горожане меняют туфли на резиновые сапоги, а машины на лодке. Ведь по-другому по улицам передвигаться крайне затруднительно и даже небезопасно. Екатерина Гончарова попыталась выяснить у чиновников и коммунальщиков, доколе нам это терпеть и чего ждать в осеннюю распутицу. А вода по асфальту рекой. Так можно в нескольких словах описать состояние на рейнмарских дорог. С каждым приходом осадков наши улицы словно погружаются под воду. Пешеходов и автомобилистов ее потоки в буквальном смысле скрывают с головой. Жалобы и ежегодные обсуждения проблемы ни к чему не приводят. Горожане теряют надежду. Радуются только детвора, когда шагами меряет лужи и пускает бумажные кораблики. Мы решили выяснить, почему несколько километров дороги не могут оставаться чистыми и сухими круглый год. Куда должна уходить вода с дороги? Вопрос, казалось бы, несложный. Естественно, в дождеприемные колодцы. На рейнмаре их 52. Для нашего города этого количества недостаточно. К тому же каждый из этих 52 требует ремонта. Вода в них только накапливается и никуда не уходит. В управлении строительства ЖКХ и градостроительной деятельности это объясняют отклонением от проекта при строительстве. Там должен быть щепень гранитный, но не известняковый, потому что известняк – это кальций СО3, имеет химическую формулу. Когда затворяется водой, то известняк является вяжущим материалом. И вместо того, чтобы получить дренирующий слой, мы получаем водоупор. Понятно, это все равно, что длинный затрамбовать такой колодец. Дренажные колодцы в городе строили в разное время – от начала 2000-х и до 2010-го года. Подрядчиком всех работ выступал Наринмар Дориемстрой, заказчиком Управления городского хозяйства. Работы на Первомайской выполнили сравнительно недавно – в 2010-м. Длина дороги – 840 метров. По правилам, на ней должно быть установлено не менее 10 дренажных колодцев. Но на самом деле их всего 4. Поэтому неудивительно, что каждую весну и осень машины по асфальту не ездят, а буквально плавают. Делали, значит, эти дождеприемные колодцы. А то, что Александр Васильевич говорит, что там не тот щебень заложен, ну, к сожалению, я не могу отвечать за прежнее, значит, руководство. Они закладывали, но тут опять вопрос, а как проверяла МКУ тогда данные работы принимали? Эта дорога находится еще на гарантии. В Наринмар-Дориемстрой не отказываются от замены щебня в колодцах за свой счет. Только вот чтобы приступить к таким работам, заказчик, то есть Управление городского хозяйства, должен направить соответствующие документы в адрес ДРСУ. Оставшийся гарантийный срок – всего год. Заказчик обещает в ближайшее время разобраться, обращались ли они к подрядчику за 4 года эксплуатации дороги. Сейчас выяснить это непросто. Коллективы двух предприятий сменились почти полностью. Обязательно обращаться. Они не видят того, что эти колодцы не работают. Непременно нужно обращение. Можно так подумать, что только мы обратились, они бросили все и поехали эти колодцы ремонтировать. После истечения гарантийного срока замену щебня будут выполнять только за отдельную плату. Цена таких работ исчисляется сотнями тысяч рублей, которые лягут на плечи городского бюджета. Однако в Дориемстрое уверены, даже замена щебня не даст гарантий исправной работы колодцев. Дорожники ставят под сомнение их проект, по мнению директора ДРСУ, не рассчитанный на затяжные дожди за Полярия. Тут нужен проект. Проект грамотный, проект грамотные проектировщики, которые скажут, что делать в наших условиях, куда нам девать воду с проезжей части дорог. Пока вопрос с Первомайской так и остается нерешенным, на Смедовиче начали предпринимать хоть какие-то меры. Две недели назад три колодца у площади Мораций передали под контроль чистого города. В день отсюда вывозят 7-8 машин воды. Все потому, что в рабочем состоянии только один колодец. Второй под водой даже не видно. Он наполняется быстрее, чем его успевают опустошать. По нормам вода должна сама уходить в грунт, но этого не происходит. Даже очистка колодцев помогла незначительно. Ремонт колодцев планируют завершить в этом году. Насколько эти мероприятия кажутся эффективными, сказать трудно. Слишком большая нагрузка. Ведь третий колодец мелкий. Вместо положенных 3 метров 60 сантиметров, его глубина всего метр двадцать. А углубить его как-то возможно сейчас? Или это нужно все разбирать? Это проблематично. Это полностью все разбирать, ну а кольца оставлять, это очень проблематично. По крайней мере, не в этом году. Даже автомобилистам не удается сохранять ноги сухими. Ведь проехаться по центральной дороге, хоть и с опаской, это еще полбеды. Мало того, что парковок в нашем городе мало, так половина из них еще скрыты под водой. Дойти до дома или офиса сухими под силу немногим. Ежедневно за работой дорожников следят сотрудники госинспекции дорожного движения. Но, судя по всему, даже штрафы не пугают ответственных за порядок на дорогах. Мы составляем административные материалы, будь то застой воды на проезжей части, будь то за ненанесенную дорожную разметку. Там установлены технические средства неправильно. Соответственно, мы возбуждаем административные расследования, привлекаем к ответственности должностных и медических лиц за неуполнение своих обязанностей. И никакой зонтик не скроют от воды пешеходов, если приходится постоянно перепрыгивать потоки шириной около метра и выходить на проезжую часть, чтобы миновать огромные лужи на тротуарах. Обувь пачкается, ноги сырые, и люди болеют из-за этого. Все время обувь сырая и болезни. Сейчас в больницу ходил, на больнички сел из-за этого. Ничего пропускают. Если с годом в год они все стоят, эти лужи попадут. То дело, вот эти дороги заставили сушить их. Лужи, я думаю, и так. Да и водителей малолитражек от грязных потоков ничего не спасает. Брызги от большегрузного транспорта накрывают такие автомобили с головой. И водитель на несколько секунд теряет видимость на дороге. Кроме того, каждый раз проезжая по луже, автомобилист рискует попасть в яму или напороться на острый предмет. Нету ни канализации, ничего, ни уклонов правильных на асфальте. Как она будет сухая, если тут везде собираются лужи, во всех местах. Проехать нельзя, машину надо большую покупать. Ну это лужи, ямы, грязь вся эта, вот это все мешает. Машины никогда чистой не бывает. Только помыл, вчера вот сын у меня помыл машину, сегодня я выехал, вот смотрите, машина уже. Это я выехал немного езжу еще так. Даже для корабликов наши лужи оказались непригодными. Слишком в оживленных местах они находятся. А пока пешеходам так и остается, что неуклюже бегать по лужам. Судя по всему, вопрос, когда дороги в Наринмаре будут сухими, пора перевести в разряд риторических. Екатерина Гончарова, Николай Таратин, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Субтитры создавал DimaTorzok